пока вы пишете немножко расскажу я тоже пыталась все подбирать аптеку в принципе я ее сегодня отторговала в микро минус сейчас уже наверное ну наверное полчаса как стою в позиции на 300 лотов в надежде что цена пойдет вверх но вероятность этого очень маленькая на самом деле аптеке для меня это довольно сложный инструмент в основном я на нем отдаю и пробовала и снизу заходить закрывалась ну в общем сейчас посмотрим как закроемся и по себе тоже рассматривала для себя как раз таки у нас рынок начал активно подрастать где-то полчаса назад зашла на сначала 400 лотов потом решила добраться когда пошел рынок дальше то есть избер начал расти ртс но я в надежде на то что сибон так как он в принципе весь рынок стоял в таком небольшом боковике я надеялась что сибон который падает у нас часов эдак с как раз таки 16 надеялась что какая-то коррекция все же возникнет вместе с растущим рынком но застряла пока на 800 лотов тоже посмотрим что будет сегодня у меня день был очень печальный я случайно перепутала какие поставила акции на 2 монитор и оказалось что я поставила со своего второго счета и получилось так что по полиметаллу этому чисто может по полиметалу я отдала 7000 вот отбивалась на акциях как раз таки на своем основном счете то есть у меня основной профит оказался это как раз таки полиметал где-то порядка пяти тысяч пятерочка в нулях отторговалась и две с половиной тысячи это сибон то есть я торговала его шарты взяла на 600 лотов точнее да в шарты и и по-моему в ланге да да и потом в ланге немного тоже по моему 600 лотов но и просто собирала вот пробовала аптеку то есть плюс минус небольшой стоп не знаю сейчас посмотрим как закроемся сейчас буду читать ваши ответы 20 пунктов по 28 пунктов закрыл и все но я так понимаю ты перед планкой закрылся я правильно понимаю максим тоже рано закрылся на и бокс не а ну да рано закрылся все поняла вадим пишет не удалось найти точку входа затем юнкл улетел ну вот у меня была та же самая ситуация как раз таки на такой у нас 8 320 а я заходил как раз не 4 480 460 ну то есть меня бы все равно чуть-чуть пролила это очень неприятно я знаю что я тогда закрыла просто минус так смотрим как себя ведет сибон кстати лимитки тоже обязательно на закрытие не забываем мало ли что так пока расставлюсь пока не вижу если честно потенциала не хочу скажем так покупательскую способность но чтобы она у меня побольше было так я на гкб сегодня наласил жестко пишет максим серёгин какой-то он алгоритмичный впервые его пробовал отработать да максим он на самом деле очень роботизированный у гкб по моему это энергетическая компания ну то есть связаны с энергетикой да да с энергетикой она у меня рядом стоит и в принципе тут нужно в целом на энергетический сектор смотреть то есть там рассеть авто крест и гкб что у нас еще пока ничего такого не нахожу у нас аэрофлот тикнул коллеги выставляйтесь можно попробовать сверху можно попробовать снизу выставиться потому что бывает такое очень редко конечно такая халява что он тикает либо второй раз либо тикает в обратную сторону получается 13000 лотов где-то скину позицию по аптеке давайте я ее закрою потому что цена не идет ну то есть с таким началом дня в нуля и спасибо на этом аэрофлот давайте поставлю пока сюда даем немного лимиток нет раньше брал до 16 часов по все это но после майских сливов отработал в норм немного но технично заработал хорошо у меня анти рекорд первые в моей трейдерской карьере я отдала где-то но получается в пятницу когда мы точнее в четверг пятница у нас был выходной пятниц в четверг точнее когда я проводила стрим это вот был единственный положительный день на этой неделе и мне удалось там минус восемнадцать тысяч закрыть неделю ну хотя бы минус 20 на хорошо то есть сейчас я пока реабилитирую что первый мой такой негативный слив вообще за всю историю там максимум меня был минус 9000 но в принципе настрою боевой если брать глобальную дистанцию которую еще придется пройти это не одна неделя это не показатель поэтому принципе настрой хороший так и ну и собственно тема секунду я не успела сейчас закроем скальпанем как говорится все друг перед другом начинает восстанавливать выставляться ну проще где-то ясненько все закроем ребята пожалуйста аккуратно непонятно что творит он как 20 поставил так и 400 кинет я снизу выставилась рандомно как бы мне вам показать своим как бы мне вам показать материалы в то же время не пропустить точки входа тоже несколько проблематично сейчас давайте посмотрим в принципе по аптекам можно было в нулях выйти на вышло где-то 720 и сибом доме так у нас что цртс мртс пока припадает я пока подержу поставил посмотрю в принципе потенциал есть коллеги кто-то сибом сейчас стоит кто-то его торгует здесь есть робот который по 50 лотов либо покупает либо продает на сибоме но он если маркетасы начинают переставляться он не особо влияет то есть в любом случае цена идет туда куда этот маркетасы они куда продает или покупают этот робот мелкий аптеки бросил торговать как шарты выключили стал отдавать там тон тоже но тут больше конечно подбирать какие-то проливы как это было в четверг мне удалось взять вот и сделки тут вот такие достаточно долгие так спрашивает михаил алена можно как-нибудь окно с тобой сдвинуть на графике так а все хорошо сейчас делаю давайте ну и давайте сделаем вот так вот все да я как-то вам показывала торговую ситуацию как раз таки по пятерочке и естественно я вижу хорошо свой экран а там у меня как раз веб камера вот все вроде как нормально должно быть так давайте с с вами сделаем следующим образом переставлю пока сибом на яндекс как раз таки будем смотреть с вами тот материал который я подготовила так и давайте вместо евро поставлю так так все семена пишет довольно религи начиная политпросвет это исключительно будет скажем так информационно ознакомительный материал который я просто хочу с которыми я просто хочу с вами поделиться никаких каких-то серьезных политических моментов обсуждать не будем как вы знаете у нас первого ну по крайней мере в краснодаре 1 июня будет голосование за поправки в конституции я разбирал этот момент на выходных и разбирала этот момент также дополнительно сегодня очень стало интересно сначала я взяла средства массовой информации такие как рбк риа новости возможно вы знаете они довольно известны это основные вот и проанализировала их там очень кратко очень кратко дается инфографика я взяла на себя смелость просмотреть все правки которые будут и в целом сейчас расскажу то есть сейчас для тех кто не знает скажу у нас вносится довольно серьезные правки в конституцию российской федерации то есть прошло уже несколько десятков лет с того момента как серьезных таких внесений не было и вот если у вас будет чем поделиться пожалуйста делитесь то есть я только за но в рамках конструктивной беседы пожалуйста то есть не агитировать не пропагандировать очень попрошу и так то есть здесь есть на сайте самой государственной думы официально вот чтобы так сказать убедились есть очень большой список абсолютно непонятного текста он не читабельный я не стала рассматривать именно на этом сайте потому что тут есть дополнительно прикрепление самого самих изменений с точки скажем так как таблица в общем и вот некоторые моменты будет будут довольно таки интересные я периодически буду обращаться к чату и посмотрим так михаил пишет что резец его он даешь 100 пунктов long 100 пунктов long он сегодня не даст он обычно если уже хорошо дал он потом несколько выдыхается итак поехали также немного отмечу посмотрела некоторых публичных людей которые один скажем так представитель точнее представительница гражданка российской федерации своего рода тоже известный блогер которая просто нейтрально рассказывает о том как она относится к данным поправкам и именно с точки зрения гражданина это все трактует также я посмотрела информацию с точки зрения публичных людей которые являются юристами то есть практикующие юристы которые разбирают все эти моменты и мне очень понравилось я на него сразу наткнулась я потом ссылки оставлю у себя в группе не группе а на публичной странице вконтакте потому что в принципе материал очень полезный и я считаю что он должен быть распространен потому что к сожалению у нас россия очень низкая грамотность населения именно сфере экономических и тех или иных политических моментов и он разделяет те законы которые будут внедряться на три стадии это как он назвал некие рекламные законы то есть которые скажем пропагандируют суверенитет значит закрепление гражданских свобод значит сохранение культуры на это все мы наткнемся и вы сами поймете о каких правках идет речь далее это технические законы то есть с точки зрения скорее они трактуют очевидное я бы сказала то есть я сама прочитала полностью и своеобразный и третий момент это именно кардинальные кардинальные изменения в управлении государством ради которых скорее всего это и возможно затеялось то есть мне так кажется вот все что касается федеративного устройства вот далее изменения они выделены черным цветом либо будут красным выделены либо зачеркнуты красным на территории российской федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанные указанным федеральным законом также обращу ваше внимание очень часто поправки включают себя слова публичный и слова сенатор сенаторская очень сильно то есть скорее всего я так полагаю если вводят новое понятие как публичный вместо федерального то скорее всего будет трактоваться уже орган самоуправления там на какой-то той или иной территории уже по-другому то есть функции и полномочия будут меняться так но сибом нам надо чуть-чуть про политику поговорить ладно так сейчас выставлюсь на закрытие я уже не ожидала что он пойдет если честно немного возьмем так это в принципе такие вещи которые вносят обеспечивает защиту своего суверенитета территориальной целостности это логично дальше действия вот эти демили де лимитации демаркации ри демаркации это все касательно именно договоренности о границах разграничения то есть какие-то опознавательные знаки и так далее дальше то есть пока ничего такого кардинального дальше что меня вообще смутило и повергла в шок российская федерация является правоприемником союза советских социалистических республик на своей территории а также правоприемником правопродолжателям союза ссср то есть международных организациях дальше не знаю для чего это пишется это все и так понятно российская федерация объединенные тысячелетней истории сохраняя память предков передавших нам идеалы и веру в бога вот когда я вот это прочитала то есть чтобы вы понимали если проще говорить то есть в ссср как такового ссср как таковой не позиционировал себя с точки зрения религиозной страны то есть была партия было братство равенства народов и так далее официально то есть они я даже где-то читала сейчас скажу религию вот в ссср источник открывал сейчас скажу как это называлось забыла фразу где 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 то есть понятие вот то религия которая у нас есть него как такового в ссср не было в чем здесь идет вот с моей точки зрения противоречия то есть российская федерация с одной стороны является правоприемником правопродолжателям союза но при этом они ссылаются в законе передавших нам идеалы и веру в бога вот это мне стало непонятно я не скажу что я хорошей хорошо разбираюсь в истории но сейчас сейчас я найду эту фразу где говорится не а вот было не стоит не столько пропаганда атеизма сколько научно материалистическое мировоззрение то есть вот так ну видимо юристы решили что так российская память российская федерация чтит память защитников отечества обеспечивает защиту исторической правды здесь тоже момент спорный потому что умаление значения подвига народа при защите отечества не допускается как вы думаете что вот этот третий пункт по вашему может означать давайте как раз сейчас открою чат и чаще буду с вами взаимодействовать так насколько я понимаю суть голосования сводится к опросу поддерживающего для общественного уже принятой думой одобренный конституционным судом изменения александр на самом деле да насколько я изучила насколько возможно за выходные материал дело в том что достаточно нескольких субъектов именно регионов российской федерации которые поддерживают эти правки и этого будет достаточно для того чтобы уже далее то голосование которое проводится она уже было не за принятие или поправку за принятие или отклонения поправок в конституции а скорее как общественное мнение просто сбор то есть может согласиться москва московская область ну и скажем там там по-моему три региона или четыре если я не помню то есть этого будет достаточно как прецедента для того чтобы принять эти поправки так олег пишет нет сами поправки не приняты статьи рф где прописано голосованием номер закона будет на обложке олег я как бы поняла о чем говорит александр там действительно есть этот скрупулезный нюанс какие вообще могут быть религиозные вписки в конституцию в светском государстве вот мне это и стало интересно то есть стараюсь быть объективной стараюсь не вкладывать сюда свое личное мнение именно обратить просто ваше внимание мы сейчас просто с вами скажем так и несколько самообразовываемся потому что все-таки коллеги я не буду агитировать вас за или против но я считаю что все-таки каждый человек несмотря на то что ему кажется что его голос не ничего не решает он хотя бы по минимуму может сходить на выборы тем более что это будет выходной 10-15 минут просто для того чтобы дальнейшем требовать какие-то изменения в государстве нам нужно делать хотя бы минимальное проставить вот эту галочку а если мы понимаем что уже там нас дальше не слышат ну соответственно мне нравится как в этом плане в прошлом году как раз таки помните наверное ситуацию которая произошла в армении когда граждан армении к сожалению не услышали то есть они скажем так повторно заявили о своих желаниях о том что они по этому поводу думают и в принципе добились поставленных целей хотелось бы конечно такого от граждан российской федерации и собственно я призываю просто быть активными аэрофлот мне дал ухты а я низко выставилась кстати очень низко у меня взяла на половине движения все они не на половине даже я закрыла то есть смотрите вообще очень очень плохо я выставил по 86 94 86 94 86 а он аж прострелил до 88 это хорошо он как бы вернулся удалось небольшой плюн закрыть удалось где-то рублей 800 взять вот дальше так там же в пункте 2 написано не только ссср а обо всей территории рф ну географические территории обо всей истории истории во всей истории рф если понимаете просто но в законе не совсем тем более основным мы являемся многонациональной страной и какие-то моменты я считаю то есть я могу быть конечно не права но мне кажется что моменты касательно религии прописывать в конституции то есть да что у нас многонациональная страна с разными укладами там с разными устоями если бы это было написано в такой трактовки да так как народов очень много а здесь касательно веры в бога то есть не дается никакой трактовки только скажем так первым пунктом идет что мы правоприемники советского союза далее вот как раз таки второй пункт то есть он несколько смущает то есть тогда в таком случае можно было отдельно сделать какой-то раздел касательно именно религии и многонациональности нашего народа потому что это получается не совсем корректно при условии того что в советском союзе церковь не имела абсолютно никаких никакого влияния на 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 страну даже сам ленин насколько вот я читала своих трудах писал про то что это происки марксизма то есть вот такая позиция была мне кажется что здесь несколько данные пункты они вводят в заблуждение дальше умаление значения подвига народа при защите отечества не допускается как бы тоже я не совсем считаю корректным писать о том о войне потому что война да мы были той страной которые остановили там фашизм мы воевали в своем время с французами и так далее но важно понимать что на войне как и наши соотечественники так и враги они также проводят насилие то есть также убивают и так далее и забывать этот момент и акцентировать внимание что да мы сильная страна мы там как 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 эта фраза есть подождите можем повторить вот вот эта фраза она абсолютно бессмысленная что повторить в районе повторить дальше алена блин сама же выставилась на прострел почему не выставилась нормально я не могу выставиться нормально когда у меня по себе ну такое количество этих сейчас я посмотрю но сейчас на текущий момент у меня свободно 600 тысяч то есть как бы выставилась я нормально то на объем на какой сейчас посмотрю сколько мне давала я выставилась очень близко раз объем 2345 раз-два-три-четыре объема ну да выставилась очень близко вот дальше тоже дети является важнейшим приоритетом государственной политики россии по моему это само собой очевидно и потому что но опять же трактовка такая что вот дети по закону считаются значит граждане российской федерации буду очень криво юридическим языком объяснять до 18 лет то есть все до совершеннолетия ты значит в попечении родителей ты у тебя в государстве статус ребенок то есть дальше что то есть молодежь она не является разве скажем так ничего нас провели то есть не написано о том что семья не является важнейшим приоритетом про молодежь не написано что является важнейшим приоритетом дальше тоже государство создает условия способствующие всестороннему духовному нравственному интеллектуальному и физическому развитию детей детей коллеги вы наверное замечали у меня действительно такая мысль возникла когда я это читала вы замечали что в составе все ингредиенты пишутся не рандомно то есть те ингредиенты которых пишут в первую очередь о которых пишут в первую очередь это значит что они являются самыми приоритетными то есть далее уже в самых последних самых последних пунктах уже скажем так следы следы других продуктов до указывают здесь у нас у меня тоже такая мысль почему-то возникла что способствует всестороннему духовному в приоритете нравственному приоритете далее топ-3 до интеллектуальному на четвертом физическому развитию детей то есть здравоохранение медицинское обслуживание воспитание в них про патриотизма гражданственности и уважения к старшим то есть все правильно но это просто мысли не будем давайте я сейчас прочитаю что вы писали сколько успели написать а мы ведь только начали коллеги да это жесть эта диктатура тем более уже принятая пишет максим голосование по домофону по домофону это насмешка конечно ну то есть в моем конечно узком понимании человека которому важно как себя ведет страна как себя ну точнее как себя чувствует страна мне все-таки кажется что мне кажется что приоритетом вообще всей государственной политики должно быть именно сейчас я найду вот эту фразу чтобы ее зачитать а вот мне кажется здесь было бы корректно написать граждане российский российской федерации являются с ее многоциональным народом до является важнейшим приоритетом государственной политики россии тогда бы это захватывало бы все свои населения пенсионеров взрослых людей молодежь также несовершеннолетних детей семена почему то что ты видишь обязательно должно быть с какой-то подоплекой в общем это все в рамках повышения явки а нам-то тебя на это надо умер только не говори что личная инициатива семян ты можешь мне не верить это моя личная инициатива мне важно чтобы помимо той же торговли допустим мы там могли разобрать вместе пообсуждать какую-то допустим политическую составляющую и так далее возможно это кому-то будет интересно возможно кто-то захочет задать вопросы потому что если вы заметили у нас как таковой информации кроме как сайта госуслуг что зарегистрируйтесь пожалуйста либо электронно либо в каком-то избирательном участке я информацию не получала не говоря уже о том что в принципе по телевизору эта информация не проходит кроме как висят баннеры да я видела эти фотографии баннеры с детьми значит что выступите за обязательно приходите на выборы и там обязательно присутствует какой-нибудь маленький ребенок потому что у нас что дети являются важнейшим приоритетом дальше так чтобы потому что это очень большой очень большой на самом деле документ здесь все понятно это перечисление и из того написано культура является уникальным наследием это все описывалось также в конституции в других словах я еще со школы конституцию изучала поэтому я думаю вы тоже в курсе культурную самобытность то же самое российская федерация оказывает поддержку соотечественникам проживающим за рубежом дальше это не то сейчас вот организация публичной власти опять проскакивает слово публичный ранее это было касательно с точки зрения словосочетания федеральные законы федеральные органы и так далее сейчас очень много в данном тексте именно публичный 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 вот также внедряется поправка в том числе непрерывного образования как вы знаете помимо пенсионной реформы которая недавно у нас имела место быть государства также акцентировал внимание на том что должно быть непрерывное образование для того чтобы люди которые даже находятся на пенсии имели возможность получить это образование и получить рабочие места вот именно вот этот пункт насколько я понимаю он как раз таки с этим моментом и связан дальше виктор пишет больше всего смущает обнуление так менять их нужно как в нормальных странах а мне обнулять вот александр если вы считаете что их нужно менять как в нормальных странах а не обнулять то следует прийти на выборы и соответственно проголосовать либо за либо против также очень серьезный момент который я выяснила только сегодня оказывается что эти правки они будут не отдельными эти правки они идут как единый пакет там будут некоторые издержки цитаты из самих изменений скажем так кратко и далее то есть либо ставите да либо ставите нет то есть там нету вы не можете проголосовать за конкретные поправки которые вас устраивают вот тоже это видимо как это сказать связи с тем что илон маск запустил свою ракету ну это я конечно шучу информационной технологии связь космическая деятельность зачеркнута в законе в космосе здесь было написано деятельность в космосе ну как мы знаем у нас роскосмос там не считая полета в гагарина там и запуска скажем так взаимодействия с международной космической станции отдельно как государство к сожалению мы никаких серьезных программ никаких серьезных реформ или изменений или продвижение не проводили теперь пишут космическая деятельность вместо в космосе потому что деятельность в космосе это непосредственно за пределами планеты космическая деятельность она может находиться и здесь то есть будет вот этот орган который называется роскосмос который будет проводить какую-то космическую деятельность отсюда убирают слово в космосе я но я надеюсь все таки что в ближайшее время наши ребята побывают космос будем надеяться что построим и полетим простите но судя по нам у автора очень слабое понимание темы своего мнения не даю на мой взгляд по факту пересказ чужого чужого мнения транслируется нет александр я просто прочитала весь этот текст изучила материал и материал действительно юридически очень сложный если тем более начинать трактовать сами законы до изменения и какие изменения вносит это это вообще будет взрыв мозга основные правки о пожизненном сенаторстве президента и возможности назначения президенту семи сенаторов то есть это пожизненная неприкосновенность и гособеспечения так сейчас секунду до этого момента дойдем далее здесь говорится о том что устанавливается ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей причем выше будет написано точнее ниже будет написано о том что сами органы находящиеся скажем так рядом с президентом российской федерации они именно будут регулировать то кого поставят в федеральных регионах далее этот момент меня тоже очень сильно смутил то есть раньше у нас была защита семьи материнства отцовства и детства социальная защита включая социальное обеспечение сейчас идет непосредственно растолкование что это именно защита института брака как союза мужчины и женщины создание условий для достойного воспитания детей в семье это все хорошо но если бы ни одно но дело в том что очень большая не знаю точно процент на эту информацию я не находила очень большое количество детей воспитывается так называемых однополых семьях и я сейчас не о сообществах лгб а я говорю о том что это может быть отец и его семья допустим отец там и дедушка да в основном это как встречается бабушка и мать то есть сейчас секунду у меня запись сделок идет то есть получается как таковой поддержки непосредственно институту семьи который состоит скажем из мамы и бабушки проводиться помощь и поддержки не будет вот при условии того что на данный момент в россии у нас к сожалению не развита запись скинула если случится какой-то какое-то движение можно будет потом пересмотреть в записи вот сибон пока медленно растет то есть так как у нас не развит институт семьи с точки зрения законов то есть внутренних как вы знаете если вы читали новости во время самоизоляции количество там побоев в семье при великому сожалению выросло почти на 35 на 40 процентов то есть этот момент он здесь никак не регулируется никак абсолютно не не трактуется дальше что там ленин говорю можно подробнее че проськи проськи марксизма религия проськи марксизма ведь и как-то так в гугле выйдет источник книга там у все вопросы личку в дискорд если зрители нужны максим серегин пишет можем повторить давайте ракету илона маска повторим или iphone хотя бы вообще россия последние 150 лет обращает свои богатства на всех вовне а хотелось бы на себя и вовнутрь на самом деле коллеги мне кажется что если бы наша обрабатывающая промышленность вышла на должный уровень я думаю наша экономика стала бы куда крепче нежели экспортировать сырье вот вот даже с этого минимального если начать уже скажем так вышли бы на новый уровень далее плюсы закрепляется о том что будет индексироваться пенсия о том что гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума кстати трудоспособного населения но средняя температура по больнице как мы помним да дальше вот как раз про индексацию социальное страхование адресная социальная поддержка но это те вещи которые в принципе не должны прописываться в самом законе они как бы по определению с точки зрения законах гарантируется государством поэтому зачем писать очевидное дальше дальше идет корректировка того кто может быть высшим должностным лицом субъекта российской федерации там допустим краснодарского края там города москвы как отдельного субъекта то есть он считается отдельным субъектом федерации и так далее бангую что за семён пишет проголосует посчитать явка нужна для неоспоримой легенетизации поправок но все честно вы проголосовали вы проиграли демократия же опять же говорю у нас есть соседняя страна которая когда поняла что ее правительство не услышал по ним скажем так второй раз повторили и я думаю стоит брать пример я наоборот за то чтобы все вопросы решались дипломатично но иногда стоит конечно заявить о себе у нас как-то видимо знаете в российском менталитете не принято в российском менталитете как-то не принято сплоченность некоторые далее ну касательно того что вам запрещается то есть вообще должностным лицам будет запрещаться на любой должности открывать счета клады иметь какие-то сбережения у иностранных банков нельзя будет иметь двойное гражданство нельзя будет иметь даже вид на жительство то есть если вы собираетесь на какие-то должностные каким-то политическими делами заниматься это все часто повторяется в данных правках не знаю понесет ли это какой-то положительный характер но было бы интересно опять же повторю все эти правки которые на данный момент указаны в изменениях они вносятся одним единым пакетом то есть там можно будет ответить либо да либо нет далее лучше расскажи про суд нос бирже ситуация по нефти на данный момент там ничего не развивается никакой конкретики явно нету чекист решил все но изначально любая финансовая организация она защищена очень банальным листочком на котором написано о том что вы уведомлены о всех возможных рисков которые могут произойти на бирже начиная с того что если вы подробно это изучали брокер представляете я забыла что сейчас бирже закрывается и я пропустила этот момент раз будем выходить так надеюсь нормально закроет вот коллеги посмотрите вот это вот все это нездоровая зеленка то есть это это закрытие бирже если вы начинающий трейдер и видеть вы видите вот такую длинную зеленку это значит только лишь то что сейчас я выставлюсь это значит только лишь то что биржа закрылась не значит что вы такую зеленку получили это если у кого-то будут вопросы в будущем да александр я пропустила закрытие сейчас буду на постмаркете закрываться так-так-так да я говорила как раз про риски то есть даже если вы торгуете у брокера это платформа через которую вы работаете она является собственностью брокера но даже если в ней происходит какой-то лак баг из-за которого вы теряете деньги он тоже не несет ответственности брокер то есть это прописано почти у всех брокеров с которыми я планировала ранее сотрудничать вебинар к сожалению не носит чисто информативный характер если бы просто зачитали положение и не говорили свои мысли тогда был бы информативный характер а так получается есть о чем поспорить вячеслав так а какой смысл я вам буду зачитывать то что вы так можете сами прочитать или проще как аудиокнигу наушники в уши заниматься своими делами чтоб я зачитывал но это же это же не совсем будет честно по отношению к вам в первую очередь мне бы тоже хотелось услышать ваше мнение то есть я как человек который юридических моментах постоянно изучает потому что это очень важно на текущий момент и в будущем если вы хотите особенно создавать там бизнес и так далее это это в первую очередь то есть вы как гражданин до российской федерации вы также имеете право высказать свое мнение но опять же в рамках конструктивной беседы в рамках конструктивной критики дальше иностранный документ об этом я уже говорила далее что важно понимать идут очень сильные изменения статье самые главные статьи 79 80 и 81 в которых идет очень много изменений касательно закона то есть о чем здесь кратко говорится во-первых увеличивается срок на протяжении которого будущий президент обязан пребывать на территории российской федерации во вторых вводится ограничение на открытие вкладов и прочих вообще взаимодействий с экономикой назовем это так потому что это так и является с экономикой других стран не вклады не считая там не депозиты и так далее ничего нельзя хранить и также вводится как раз таки так называемое обнуление сроков у нас убирается в этом пункте ну вроде как хорошо да то есть одно и то же лицо не может занимать должность президента российской федерации более двух сроков подряд то есть по логике вещей это было бы так что два срока прошло все человек все что можно сделать для своей страны он дает возможность следующему поколению специалистов дальше работать над улучшением нашего с вами положения и положение страны в целом но добавляется такой момент что данное положение ограничивающее число сроков видите коллеги постмаркет будет все закрыла отлично где закрыла 16 пунктов ну то есть на том же месте удалось еще заработать тысячу рублей ну и того принципе плюс три с лишним тысячи неплохо опять же по сравнению с тем какой намечался денек то есть 10 секунд и мороженком уже принципе неплохо то есть далее без учета эти видео почти пропустил без учета числа сроков в течение которых она занимала или занимает эту должность это вот то самое обновление которое мы все с вами говорим это как говорится часть большого айсберга далее что меня наверное больше всего смутила водится понятие сенаторы российской федерации вместо конкретного регулирующего органа члена совета федерации то есть у нас можно сказать полностью будет переделываться система управления государством причем назначает согласие государственной думы убирается дальше если вы прочитаете данный закон в общем кратко потому что опять же это ни одна не две не 10 страниц и даже 30 государственная дума она становится некоторой некой группой секретарей которые выполняют ту или иную работу которая поручает им президент здесь даже где-то будет фраза осуществлять вот она общее руководство правительства российской федерации это понятно это просто два закона и два органа которые вместе управляют в общем трактовка такая вы если захотите вы посмотрите что правительство да 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 вот она как раз есть осуществлять общее руководство правительством российской федерации то есть президент да все правильно президент российской федерации то есть у нас правительство российской федерации она будет являться не суверенным органом с которым будет консультироваться президент а этой группой секретарей что ли которым президент будет поручать некоторые моменты на либо подписание либо исполнение так дальше давайте я буду читать я не пойду такое ощущение что власти делать все чтобы показать большую явку им важно показать что это воля народа поэтому я за бойкот пользователь по имени сева ты как гражданин российской федерации естественно имеешь право не пойти на эти выборы в любом случае но я все-таки считаю ну люди которые не ходят на выборы они по определению это лично мое мнение я считаю что они не имеют права жаловаться там или говорить что что-то не меняется потому что даже элементарную вещь они не делал эдуард пишет северная корея все ближе им нужна явка тех кто за ну не будем мы брать армию не будем брать лиц которые непосредственно участвуют в управлении так или иначе либо регионами либо государством но у вас же никто не заставляет голосовать за главная явка а там все сделают как нужно ну александр посмотрим много пустых слов и главная среди этого возможность но смотрите ну то есть одно дело мы с вами рассуждаем да а другое дело здесь уже в законе идут непосредственно те изменения которые показывают о том что у президента есть орган который помогает ему управлять государством не с которым он консультируется а который будет ему помогать то есть это уже повод задуматься это как раз таки тот важный раздел значимых законов о которых как раз таки говорил один из юристов далее так ну здесь в общем очень много написано о том что не по предложению председателя правительства российской федерации а именно со стороны президента будут направляться какие-то изменения уже ниже стоящим органам с которыми ранее президент у нас консультировался старая конституция не соблюдается зачем нам новое юридически нет никакого порога явки да это тоже момент есть голосование и не референдум что это тогда юридически хороший вопрос скорее всего сбор общественного мнения явка ниже 50 процентов ниже является серьезным поводом усомниться оспорить легитимность данного полиции следовательно не принято в документу да правильно я немножко сумбурно буду сейчас читать вот александр гусев предупредил меня закрыть и ну хорошо что удалось нормально закрыться не долистала даже у меня прямая связь богом без посредников зачем это писать в конституции конституция действительно это закон юридический зачем там прописывать о том что мы и так по определению скажем те кто сознательно проживает в том или ином государстве то есть мы любим в первую очередь свою страну зачем писать очевидное так всем понятно что надо поднимать производство конечных продуктов 20 лет пишет виктор существует мнение что менталитета нет просто так устроено общество пример южная корея и северная корея но все же ну как не назови именно поведение в обществе будь это менталитет будь это совокупность традиции как не назови вот вот эта вещь которая объединяет народ той или иной страны она все-таки присутствует кроме этого никому правки не нужны сам придумал сам подписал по уму каждый гражданин оси мог высказать свои правки никому не дали такой возможности меня терзают смутные сомнения но мне кажется что очень мало людей это сделано самом деле далее здесь вот как раз таки идет то самое описание она очень длинная очень большой касательно того как будет действовать совет федерации как себя будет как будет трактоваться верховный суд конституцию верховный конституционный суд российской федерации то есть то она опять же далее будет идти речь вот она про неприкосновенность неприкосновенность может снять только верховный конституционный суд российской федерации данного бывшего исполнителя бывшего президента российской федерации далее идет речь о бессмертных сенаторов меня кстати это смутило потому что я сразу представляю это старцев или 72 год когда у нас в управлении государством остались такие жесткие старики дедушки максим пишет а я не закрыл капец объем маленький конечно надеюсь просто мороженковым отделаюсь максим так поскольку у нас прошел по 371 прошел у нас по 371 вот если посмотришь программе по графику у нас прошел постмаркет почему ты не закрылся ты мог выставить лимитку на закрытие чуть пониже и и тебя бы забрало потому что там все заявки которые были в шарты разобрали сегодня у нас понедельник поэтому мы с вами еще давайте посмотрим открытие буквально пять минут если что-то будет интересное будет классно так как передвинуть меня просто на втором мониторе давайте тогда буду комментировать это все что я вам говорила вводится вместо понятия член совет федерации новая какая-то должность новый орган управления который называется назовемая коллегия сенаторов чем некоторые из них будут действительно пожизненные кстати вот интересно как статус пожизненности их будут снимать или что-то типа был президентом управлял перешел в эти семь президентов и до старости управляешь правительством или что это как вообще даешь задание правительству далее уже идет речь не о даче согласия а непосредственном утверждении по представлению правительства президента российской федерации то есть уже не просто согласия а они просто принимают и все далее опять взаимодействие именно совета федерации я так понимаю вообще понятие совет федерации хотят убрать и хотят оставить сенаторов только я не помню сенаторы совет федерации это по моему орган давайте поговорим исполнительной власти очень много написано кто куда входит по два представителя с каждого региона с каждого субъекта федерации но не более 170 человек кто-то не попадет а законодательным спасибо спасибо большое я искала как раз информации далее 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 опять это все о как раз таки устройстве о том что председатель правительства будет отдельно только уходить в отставку не будет уходить весь аппарат который он представляет что тоже немаловажно хотя как раз таки весь аппарат вместе с представителем они отвечают за те или иные принятия далее идет информация про конституционный суд и так далее также будут несколько расширены полномочий именно местных региональных представителей органов власти но прикол то что это все будет согласовываться с верхушкой то есть не совсем на местах в регионе скажем я нахожусь в краснодарском крае мы выбираем лицо которое представляет будет краснодарский край не совсем мы будем выбирать его она будет также согласовываться с вышестоящим руководством у нас осталось 30 секунд коллеги монитор я переключить не смогу потому что необходимо будет прерывать трансляцию давайте посмотрим 20 секунд но и хотелось бы конечно от вас обратную связь получить потому что в первую очередь я бы хотела обратить внимание на то о сишка открылась не успела взять по сберу был небольшой тик можно было тоже по газу толком движение не было по фунту как-то маркетасы долл очень далеко стоят пунктов 300 коллеги они всегда так себя ведут а вот переставляются обратно нет на открытии ситуации не было можно кстати обращать внимание тикает сбербанк тикает газпром иногда по 50 по 100 лотов вот собирать там внутри 5 лотов в принципе дает закрываться я пробовал заходить на 15 но там потом не выйдешь максимум за 5 пунктов так жаль что россию белоруссию превратили в страны с диктатурами якобы демократическими институтами которые по факту не работают есть определенные мысли да на этот счет и 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 с и и и и и и ему и и и и по поводу политических каких-то идеологий, которые они считают правильными, либо неправильными, потому что для этого надо что-то делать, как и в трейдинге. То есть, есть у вас, скажем, наставник, который вам говорит делать те вещи или не делать те вещи, те или иные. И вы прислушиваетесь, далее вы, скажем, работаете в любом случае самостоятельно. Если вы остановитесь на этапе того, как вас обучали, то далее вы просто перестанете расти. Трейдинг – это развитие, так же, как и любые другие сферы. Поэтому это моя была личная, опять же, повторюсь для Семёна, инициатива с вами посмотреть те изменения, которые будут происходить у нас в Конституции. Я, опять же, не истинно последней инстанции. Я не являюсь юристом по образованию, несмотря на то, что я ежедневно изучаю ту или иную информацию касательно внедряемых законов, касательно регулирования налогообложения и так далее, и тому подобное. И, конечно, мне важно ваше мнение и то, как вы вообще, с какой точки зрения мыслите. Какая у вас позиция именно политическая. Прежде чем в чём-то участвовать, пишет Семён, нужно досконально изучить вопрос, чтобы понимать, куда тебя зовут и во что втягивают, чтобы не быть статным электоратом. Не стала говорить, но вот сейчас вспомнила, смотрела некоторых блогеров и даже сама посмотрела, действительно, это так и есть. Есть блогеры, которые говорят о том, не знаю, насколько это правда или нет, что к ним обращались некие ноунеймы, то есть имя которых они не произносят, и говорили там, намекни про то, что надо сходить на выборы. Ну так, что это всё хорошо. Приводили в пример баннеры с детьми, приводили в пример, недавно, возможно, вы видели ролик социальной рекламы, где мальчика берут из детдома. Поставьте плюсы, кто смотрел этот ролик, мне кажется, его все видели. Вот, и там как раз-таки очень сильное давление, очень сильный акцент идёт на институте семьи. Хотя основные изменения, они касаются непосредственно кардинальных изменений управления государством. Кардинальнейших. Так, тот же Совет Федерации превращается в группу сенаторов, которые будут под, как там было написано, под общим, под общим контролем, что-то такое, да, как-то так, под общим контролем президента Российской Федерации, они будут дальше вести свою деятельность. В общем, это всё очень интересно. Максим пишет, я только в последние 2-3 года стал ходить, до этого не проявлял гражданской активности. Стыдный факт. Максим, главное, что в любом случае ты проявляешь активность, это немаловажно. Даже если, скажем, голос, ну, даже если голос, я имею в виду, там, не решил каких-то кардинальных вещей, которые вам были очень важны. Смотрите, просто по определению. Есть очень много людей, которые сидят и говорят, что ничего не изменится, да. И есть люди, которые объективно понимают, что, возможно, ничего не изменится, и они хотя бы по минимуму делятся своим мнением, как граждане страны с государством. То есть, понятное дело, если все будут сидеть, так, конечно, ничего не изменится, конечно, ничего никуда не будет двигаться. Если вы хотя бы будете высказывать свое мнение, так или иначе, это повлияет. Пусть это не повлияет, скажем, на текущие выборы, текущие мероприятия, которые проводят, но государство так или иначе обращает внимание на то, какой процент людей за, какой процент людей против и какое количество людей вообще не пришло на выборы, скажем так. Понятное дело, что учитываться будут только мнения голосующих. Причем мне не один человек говорил, наверное, вы и сами знаете, что, допустим, в армии и в институте, это даже я проходила в обязательном порядке, было голосовать. Нам даже угрожали, что если вы не будете голосовать, то мы вас выгоним из общаги. А общежитие стоило на тот момент раз в 25, да, раз в 25 дешевле, чем снимать квартиру. Есть такой момент, учиться, учиться, еще раз учиться, как Ленин завещал. И как Ленин завещал, что марксизм, религия, это происки марксизма. Да, все это. Вот, три человека точно смотрели этот социальный ролик, который, конечно же, имеет отношение к изменениям, но там буквально десятая сотая процента. Это самый смешной пункт о запрете чиновникам иметь недвижимость за границей. Мне интересно, как они этот момент будут продвигать, потому что я не знаю, как бедным чиновникам сейчас резко придется продавать недвижимость. И недвижимость вдруг в Европе резко подорожает, потому что все начнут продавать своим родственникам галочкой и мелким шрифтом. Надо выходить на улицу и заявлять о себе. Ага. Митинг в день права частенько был в каждом уголке РФ. Клин, это ошибка, потому что ты явно путаешь. Бывает сейчас только вы вокруг этого всего. Семен, если я не забуду, я потом найду эту цитату. Ой, не марксизма, а... Да, да, я слово перепутала. Не марксизма, нет, 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 не марксизма. Короче, проськи капиталистов. Давайте вот так будет проще. Так. Егор пишет, да, когда служил в армии в 2012 году ходили на выборы. Причем ходили на выборы еще так сразу на лужках. Ну, ты же знаешь, за кого голосовать. Так точно. Ну, это, по крайней мере, как мне рассказывали. Перепишут на родственников и все. А то смотрела, видать, буржуазии. Ага. Коллеги, на рынке, я смотрю, ничего нету. В принципе, у кого хватит сил сегодня часик посидеть, посидите, посмотрите. Обращаю ваше внимание на то, что в последнее время в районе 9-10 часов и под закрытие бывают какие-то раздачи, бывают какие-то движения. Поэтому, по возможности, обязательно присутствуйте. Я была рада, что вы присутствовали на трансляции. Каждый поделился своим мнением. Я все же не агитирую вас ни за, ни против. Я лишь хотела бы, чтобы мои коллеги, граждане моей стороны не были в стороне, тоже проявили свое мнение. И дальше посмотрим, что будет. Скажем так, что-то такое было, да. Вот пишет Егор. Ну, раз... Егор, а ты подскажи, с какого региона? Очень часто тебя вижу на трансляциях. Я так понимаю, ты у нас торгуешь, но недавно. Вот именно нагоняют бюджетников и за проголосуют. Видите, все, кстати, против. Палочку. Алиса, агитации за и против не нужно проводить. Каждый человек сделает свой выбор обязательно. Каждый человек проголосует так, как посчитает нужным. Так как он уже совершеннолетний. Он отвечает за свои действия. Знает о последствиях тех или иных действий. Поэтому, поэтому не будем агитировать из Тольятти. А, я поняла. У нас Александр... Он тоже из Тольятти, насколько я помню. Коллеги, спасибо большое, что присутствовали на мастер-классе. К сожалению, на закрытии... Наверное, точнее, на открытии вечерки нечего было показать. Сегодня удалось заработать... Точнее, отбить убыток. И заработать 10 тысяч рублей. Опять же, смотрите, то есть у меня торговля в основном шла до... Но это не считается, это стопы, можно сказать, попытки. То есть я торговал до 11.13, когда отбила свой маржин-кол. Далее, торговать я начала только вот с 15 часов, с 15.30, можно сказать. То есть, пожалуйста, коллеги, не торгуйте в обеденное время. В боковике, да, начинающие трейдеры, там до просадки 200-250 рублей еще что-то могут собирать. Дальше в основном это все стопами просто раздается. По аптеке немного налосило. По аэрофлоту был хороший прострел. Выставлялась очень близко. Самый нормальный объем, который удалось закрыть, это вот максимум 27 пунктов. Кстати, сколько он был по объему, надо посмотреть. То есть у нас в шарты прошло 136 тысяч лотов, а в ламбе 136 тысяч. То есть тоже 136 тысяч по рынку кинул. Когда случаются прострелы, это тоже мое упущение. Надо смотреть, какой объем кинул. Потому что я выставлялась очень близко. Получается. Ну и вот сибом на постмаркете удалось закрыть плюс 16 пунктов. Этот объем, точнее 100 лотов, это в 40.08. исполнились заявки. То есть там, видимо, как раз-таки проходило закрытие, удалось немножко подзакрыться. Вот. Но желательно до постмаркета. Не тяните, не тяните, закрывайтесь, чтобы случайно не перенести, потому что никак, что закроют. Удалось заработать чуть больше 3000 рублей. Коллеги, спасибо большое, что присутствовали. Мы с вами давайте будем заканчивать. Увидимся, если что, в четверг с утра. Если будет о чем рассказать, обязательно расскажу. Всем спасибо. Всем до связи, до четверга.